Житые заходы в первой обывальне. Где Рыбальне? Покажите Рыбальне. Ну вот, для того, переходить на конструктивизм. Давайте наконец-то переходить на конструктивизм. Но я же вижу, что нет никакого конструктива, потому что исполнительная власть не хочет на это реагировать. Ей легче закрывать глаза, ей легче говорить, что депутаты плохие всякие, там, то и суда. Можно я напомню, во-первых, сейчас, что комиссия носит рекомендацию? Это важное замечание. Это важное замечание. Во-вторых, давайте, если я пришел, разговаривать по конструктиву. По конструктиву? Да, по конструктиву. И конструктиву, да. Понимаете? И вы, если говорите такие вещи, так вы давайте обоснули, знаете, как это происходит. Это и какое предлагание. Вот, 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 Курченко, филограмм подписали. Вы подъезжали по такому? Вы на сегодняшний день подсчитали цифры, сколько стоит перейти всем нашим детским садикам на самостоятельно? Вы же только что сказали, 18 миллионов? 18 миллионов? Это ясно, это ясно. Вы подсчитали кому-насно. Количество, сколько нужно там работников. Да, посчитали. Вы говорите о том, что нет денег. Так вы же диплом от Бурсовета, вы даже не знаете, что в этом году выделено 533 с половиной тысячи гривен на предбойням Адлады. Так вот, вы даже это не знаете. Наконец-то вы даете ответы. Тут написано, вот вы надо было вместо того, чтобы ты рассказал, что я знаю, не знаю. Здесь написано, так сказать, уважаемые коллеги, по вашему поручению выделено 500 тысяч на предбойням Адлады. Директор детского сада заведующего такой-то. Уволено. Приняты какие-то меры. Мы выехали, ваша проверка подтвердилась или не подтвердилась. Где ваши результаты, где результаты вашей работы, покажите. Ну зачитайте их, ну что мы мы разговаривали. Зачитайте, я не буду вас зачитывать. А чего? Я вас предоставлю, вот он есть. Вы на комиссии собрались, заслушайте. А что еще? Он ходит в кворю. Так тогда пошли домой. У вас фитбэседа, вы вместе с респондентом. У меня с вами стейкбэседа, потому что сейчас я трачу свое время и понимаю, что это с описанием воздуха перед журналистами. Правильно, Лет, Лет. Я отзываю вещи свои не знаю. Сто процентов. Сотрясание воздуха это полгода, ноль реакции на рост. Я не угодная актера. Ну, чтоб ты понимала. Мне не важно, как я выгляжу сегодня вот перед следствием массовой информации. Вы всегда выглядите красиво. Я знаю, красоту ее ничем не скажет. Правильно же, да. Я знаю еще одну вещь. Если жалопни, то значит депутаты над своей деятельностью, с созданием комиссии, сделали все правильно. Вот, смотри, подпись Курченко Александр Тимофеевич. Можно? Отдай, отдай какая. Можно 1 вопрос? Рекомендовать нужно уволить директора? Нет, надо сказать правду. Евгений Валерьевич ее открыли. Ваша демиция, я сказал Евгений Валерьевич, носит рекомендательный актер. Я перевожу на русский язык. Имели мы в виду вашу деятельность, ваши протоколы и все такое. Вы рекомендуете, а мы или исполняем, или не исполняем. Мы пошли к мэру, мэр сказал, что, ребята, да плюньте вы на этих депутатов, плюньте вы на эти жалобы и все остальное. Я вас назначаю и все у вас будет хорошо. Жалоб нету. Поэтому ответ на то, что полгода нет реакции, Лена. Полгода нет реакции. Для меня реакция есть. Какая? Один конкретный вопрос. Статистику увеличения жалоб и наличия эффективности, либо наоборот, неэффективности питания детских учебных закладов. Вопрос. Комиссия работает для чего? Для того, чтобы не было жалобы, детки нормально питались. Год, мне не важно, где-то есть это, где-то или нет. Мне самое главное, чтобы дети были сытые и накормленные, и у них не было болезни. И мне реверансы не надо. Лена, ты была в детском саду хоть в одном? Ты жалобы слышала? Я тебе еще раз говорю, я читала из них. Нет, вот Лена Васильевна, вы скажите, вы были в детском саду, если вы пошли хоть в один детский сад, Лена Васильевна, так как это сделали мы, вы бы жалобили. Я же еще раз говорю, вы делали это под телекамерами, а я жалобу слышали на приемах. Мы ходили без телекамер. Лена, ну о чем ты говоришь? Мы поехали в свое свободное время, потратили две недели работы, без телекамер, без садапарад. Что произошло? Вот что произошло дальше. Что произошло? Появился протокол. Дальше есть жалоба. И детям не докладывают хлеба, это есть жалоба. Если бы вы... Ну давай про хлеб не будем, это анекдот. Я вам объяснила, почему хлеб не режут. Только по той причине, что он сохнет. Может быть это не по нормативу, но это по-хозяйски. Спасибо.